Итак, ты спрашивал про самосаботаж и спрашивал, а какие же есть скрипты, какие есть слова говорить, по каким видео стучать или что-то такое, да? Да. И в принципе этих видео достаточно, они есть, но я бы хотел показать, как можно еще более точно работать, еще более эффективно. Насчет какой цели у тебя там что? То есть у тебя же, наверное, есть какая-то конкретная цель? Ну да. Ну допустим, вот есть цель создания семьи, к примеру, да? Ну хорошо, без разницы, окей. Да, там много целей каких-то, которые как осаботируются. Так, а если ты говоришь про создание семьи, то наверное есть с кем создание семьи или пока просто о создании семьи? Пока просто о создании семьи. Окей. Мы будем работать через аффирмации. Тут Алина у нас эксперт по аффирмациям, которая знает, что... Ну то есть смысл в чем? В том, что может быть... То есть что такое самосаботаж, да? То есть вот, например, если у тебя впереди какая-то цель, какая-то некая реальность, в которую ты хочешь попасть, некий какой-то остров, и ты туда на лодке едешь, и может быть маленькая часть тебя, это действительно может быть очень маленькая часть тебя, которая берет и руль твоей лодки, то есть ты такой на моторной лодке туда плывешь. Она берет этот руль, чуть-чуть отклоняет в сторону, чтобы о тебе позаботиться, чтобы ты туда не попал. И вот она, значит, немножечко отклоняет в сторону, и ты как будто по кругу ездишь, и все никак туда не можешь приехать. Ты, может, даже совершаешь какие-то шаги, какие-то правильные шаги. Но из геометрии мы знаем, что если вот у нас есть направление, и мы возьмем перпендикулярно, чуть-чуть отклоним, то ты вроде и делаешь шаг, но ты делаешь шаг мимо. И здесь происходит то же самое. И нам нужно выявить эти части себя и услышать их. И более того, Крейг Вейнер, один из чуваков, который, собственно, продвигает таппинг, в институте таппинг-тренинг, в институте много чего, там, и исследований провел, и тренинги проводит муж Алины Франк, он говорит, что нет такого понятия, как сопротивление. Есть абсолютно конкретные механизмы по заботе о себе, по защите себя. То есть сопротивление – это слишком общая фраза, слишком самосаботаж, слишком обобщенное слово. Там внутри этого самосаботажа есть абсолютно конкретные события, которые ты пытаешься избегать, абсолютно конкретные решения. И их нужно все по одному вытаскивать. И в EFT у нас есть такой способ провокации. Ты себя уже представляешь на этом острове, куда ты добираешься, и все эти части тебя, которые до этого тебя по-тихому, где-то там из подсознания тебя отклоняли в сторону, они тут же начинают паниковать и такие «быстрее-быстрее вали с этого острова». То есть мы себя уже представляем в результате, и они начинают нас быстрее-быстрее сталкивать. И, собственно, метод в чем? В том, что мы повторяем аффирмацию, которая говорит про результат, что я уже вот в таком результате. И слушаешь себя. И к этой основной аффирмации часть тебя может начать возражать, говорить «ой, страшно», «ой, это опасно», «ой, скорее беги оттуда». Или вот такое вот. То есть могут быть какие-то ощущения в теле, могут быть какие-то эмоции, могут быть какие-то убеждения, может захотеться что-то сделать, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Когда ты повторяешь вот эту аффирмацию, которая говорит про результат, и слушаешь хвост, дальше все эти хвосты нужно прорабатывать. И в этом весь план, как сказать, конкретной работы. Когда ты берешь конкретную фразу, то есть конкретную какую-то цель, задачу, и смотришь, какие там есть хвосты. Не факт, что ты захочешь потом двигаться к этой цели, но в любом случае работа с хвостами, она очень полезна, потому что, в принципе, вот она, проработка самосаботажа. Итак, еще раз, какую бы цель, вот я сейчас описал в целом алгоритм, что мы будем делать за этот час примерно. Что у тебя, ты говорил, да, ты имел в виду создание семьи. Может быть, ты можешь сейчас сформулировать, что я, вот как-то ты можешь представить это, как некий результат, как-то его описать, назвать его словами. Может быть, ты сейчас подумал, ой, тут подойдет вот эта вот другая какая-то цель, неважно. Ну, то есть, что у тебя? Можно, в принципе, и создание семьи. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, создание семьи. А насчет нашей работы, вот то, что ты вышел в эфир, у тебя какие сейчас чувства? Может быть, имеет смысл вообще начать с проработки сопротивления тому, чтобы прорабатывать сопротивление? Ну, есть сопротивление, надо есть. Ну, давай, хотя бы есть это сопротивление. Хотя бы есть это сопротивление. Прорабатывать сопротивление? Есть сопротивление? Прорабатывать, да, вот эти... Сопротивление, ну, вот это вот. Да, может быть, это что-то связано, то есть выписать вообще, чего ты на самом деле хочешь выписать. Может быть, сказать в эфире, потому что эфир — это тоже дополнительный стресс. Может быть, еще что-то. Сказать в эфире, да, сопротивление. Хотя у меня есть сопротивление сказать в эфире. У меня есть сопротивление сказать в эфире. Я все равно глубоко и полностью. Я все равно глубоко и полностью. Люблю и принимаю себя. Люблю и принимаю себя. Кстати говоря, ты можешь и не говорить это в эфире. Мы можем с тобой работать в эфире, при этом говоря, вот у меня есть такая аффирмация. И, то есть, можешь ты даже этого не говорить. То есть так тоже можно. ты можешь просто написать эту аффирмацию для себя, вот у себя там записать ручкой и все остальные тоже запишут у себя ручкой какую-нибудь аффирмацию можно так тоже сделать ну ладно, хотя, ну в любом случае мы пока проступим, хотя у меня есть сопротивление говорить в эфире, быть в эфире да, или что бы ты сказал говорить в эфире я все равно глубоко и полностью я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя любви и принимаю себя а когда оно появилось? оно появилось, когда ты только нажал вышел в эфир, либо когда я тебе описал, что тут нужно будет делать или что когда я писал когда я начал думать об этом как что-то говорить хорошо и какое чувство возникло может какое-то несопротивление какое-то другое ну страх вот как-то вот говорить об этом хотя у меня возник страх говорить об этом хотя у меня возник страх говорить об этом когда когда что там Паша попросил сказать аффирмацию рассказать про результат ну да ну то есть можно же наверное есть как бы вот в общем какой-то, да результат возникнет законкетизировать обязательно конечно именно очень обязательно это основное И потом, когда ты конкретизируешь результат, у тебя вылезают конкретные хвосты. Хорошо, у тебя желание обобщать, не конкретизировать. Или страх, или что-то больше. Страх конкретизировать, наверное. Когда он от моих каких-то слов. Да? Или что, надо будет конкретизировать какие-то вещи. На сколько интенсивный страх? Наверное, на 7-8. Хотя от слов, что надо конкретизировать. Я чувствую этот страх. Может где-то в теле его чувствуешь? В груди. Я все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью. Хотя от слов, что надо конкретизировать. Хотя от слов, что надо конкретизировать. Я чувствую этот страх. Я чувствую этот страх. В груди. В груди. Все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя от слов, что надо конкретизировать. Хотя от слов, что надо конкретизировать. Я чувствую этот страх. Я чувствую этот страх. В груди. В груди. Все равно глубоко и полностью. Я все равно глубоко и полностью. Люблю и прощаю и принимаю себя. Люблю и прощаю и принимаю себя. Я как вообще нормально говорю? Для тебя это ресурсные фразы, что ты прощаешь себя, что ты любишь себя, принимаешь себя? Не особо. А что ты мог бы сказать? Я принимаю себя или я принимаю свои чувства? Здесь и сейчас это безопасность, а может еще куда-то... Хорошо, я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. Хорошо. Весь этот страх у меня в груди. 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 Насчет слов, что в этом эфире, когда я сказал, что нужно конкретизировать, какие чувства? Насколько интенсивны? Весь этот страх в груди, ближе к сердцу. 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 Весь этот страх в груди. 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 Насколько интенсивный страх? Весь этот страх в груди, ближе к сердцу. Весь этот страх в груди. Насчет того, что я сказал, что давай конкретизировать, давай конкретное утверждение. Какие чувства? Волнение. В EpontHD. «Там есть это, волнение. Насколько интенсивное?» В рестор perlu. Трамп где в теле. «Там же. Где и страж был. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. У тебя есть это, волнение?» У тебя есть это, волнение. Слов конкретизировать? слов конкретизировать где-то у меня в груди это у меня в груди все равно принимаю себя насколько могу я все равно принимаю себя насколько у меня есть это волнение в груди а слов конкретизировать конкретизировать я принимаю себя насколько могу я принимаю себя насколько могу все это волнение все это волнение все это волнение цветов насчет моих слов что надо конкретизировать сказать конкретную аффирмацию какие чувства может практически спокойно отлично появилась ли у тебя какой-то какая-то идея которую хорошо бы сейчас простучать пока нет ты говорил про создание семьи про создание семьи но как именно конкретно то есть как ты поймешь что ты создал семью может это глупо звучит как ты поймешь что ты создал семью но все же как-то себе это какое какое вот о событии которое такое да свадьба хорошо как бы ты сказал что как бы ты писал я я женюсь например или что я там женюсь на свадьбе или как-то бы ящик а жизнь используя мы будем с максимально мы стараемся использовать именно твои слова то что сила и птика с использованием именно твоих слов и поведу же скорее наверное как бы ты это как как бы ты писал до события оно должно быть очень таким конкретным ты можешь простогать по точечкам кстати то есть по видосе по видео да по видео мы не можем использовать твои слова потом мы можем использовать только обобщенные какие-то фразы говорить а в данном случае появляется возможность наконец-то говорить конкретику вот получается совместное решение вот я сейчас тебя мучаю какие чувства насчет того что я тебя допытываю чего-то там задаю вопросы нормально все хорошо ну мы приняли решение то есть вы я как бы не ну то есть я не знаю например например да если мы говорим про бабосики то например ты можешь вот вот у меня столько-то денег вот я открываю счет приложение какого-нибудь банка и вижу эту цифру это конкретным событием я там на свадьбе там за руки мы держим возле алтара это конкретное событие я поехал куда-нибудь в лондон и хожу поэтому возле этого биг бена я вижу как его за залепили ремонтом там у них ремонт до 24 года это конкретное событие и то есть что-то такое знаешь прям вот я трата траляля вот так а мы приняли решение это что-то в голове нет ну это же разговор хорошо разговор то есть ты хочешь услышать какие-то слова или ты хочешь проговорить слова или что ну хорошо тогда пускай будет свадьба да что-то что-то Событие конкретно будет, роспись в ЗАГСе. Отлично, роспись в ЗАГСе. Я счастливо расписываюсь в ЗАГСе. Но при этом надо бы, конечно же, а ты знаешь, бойтесь ваших желаний, они сбываются, особенно с AFT. Ты распишешься в ЗАГСе, но может быть есть какие-то детали, которые лучше сразу... С любимым человеком. С любимым человеком, окей. Пусть будет так, потому что меня все равно интересует провокация. Я тебя сейчас спровоцирую, то есть ты погрузимся в это событие, и нас будут интересовать те хвосты, которые вылетут, те возражения. То есть в любом случае, моя цель дальше по дороге, ты ее можешь менять, как-то дополнять, что-то убирать, что-то заменять, что-то там переформатировать. Поэтому я не запариваюсь, мы не собираемся долбить, долбить, еще раз долбить, это как аффирмацию. Мы говорим аффирмацию не для того, чтобы ее долбить и выбивать из Вселенной то, что ты хочешь. А просто мы устраиваем небольшую провокацию, чтобы посмотреть, какие у тебя вылезут возражения. Итак, как бы ты сказал эту просто фразу, чтобы она была удобной для проговаривания? Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Например, это моя версия. Я бы так и сказал. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Хорошо. И теперь по макушечке. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь. Так же с любимым человеком. И слушай, что еще с этим приходит. Какие хвосты. Это могут быть ощущения в теле. Может быть какая-то скованность. Может быть какая-то эмоция. Может быть, нет, не расписываешься. Какой-нибудь голос такой изнутри. Может еще что-то. Как бы сомнения. Хорошо. Отлично. Напишите все свою аффирмацию, которую вы простукиваете. И напиши этот. Сомнения. То есть напиши заголовок. Я расписываюсь так с любимым человеком. И дальше будут у нас такие пунктики. Какие хвосты. Сомнения. Насколько интенсивное сомнение. От 0 до 10. 10 максимальное сомнение. 0. Все. Растворилось сомнение. 6 может. Хорошо. Мы ждем, пока ты запишешь. Так, ну да, есть. Давай, ждем. Следующая пунктика. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. И слушаешь, что может прийти? Есть что-то еще, что... Как хвост. Ну да. Что? Есть что-то отчаяние. Какое-то отчаяние. Хорошо, отчаяние. Напиши. Какое-то отчаяние. Насколько интенсивное отчаяние? В принципе, тоже не обязательно нам все проговаривать. Но, ну, как бы, ну, в эфир, да, это твоя работа. Ты можешь там записать какое-то убеждение, что вот у меня есть такое убеждение, или возникнет такая мысль, или вот это решение какое-то, или все что угодно может возникнуть. Давай, следующая точка. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. И что-то может возникать. В принципе, не обязательно, чтобы возникало, потому что мы идем к тому, чтобы эта фраза была ресурсной. И когда ты простугиваешь по точкам, по каждой точке, это для тебя просто вуху, знаешь, такое, на такое счастье, такой резонанс, и такая, ну, ресурсная фраза. И эта аффирмация делается чем-то очень классным, с чем ты, наконец-то, резонируешь. Но в начале работы может быть много хвостов. И вот эти хвосты мы выявляем, есть ли они. Так, какой там точка? Что возникает? Пока ничего не возникло нового. Хорошо, следующая точка. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Что возникает? Какой-то страх. Не пиши, какой-то страх. Насколько интенсивный страх от нуля до десяти? На пять. Давай следующая точка. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Если что-то. Следующая точка. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Следующая точка. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Если что-то. Ну, вот это вот какое-то отчаяние. Это тоже самое отчаяние, да? Да. Отлично. Значит, мы какие-то хвосты нашли. Возможно, что потом когда ты будешь простукивать эту аффирмацию, или как-то ее поменяешь, что-то в ней поменяешь, будут возникать другие хвосты. И любая работа, она будет прочищать твою энергетику, будет убирать этот самосаботаж, и что самое интересное, реальность будет более благосклонной, более богатой на всякие возможности, пути и так далее. И у каждого из этих, у каждого этого хвоста нам нужно найти, у каждого хвоста, например, у отчаяния, либо у убеждения, либо у еще чего-то есть какое-то количество событий, ножек так называемых. И нам нужно к этим ножкам перейти и проработать маленькую ножичку. То есть какое-то событие где-то проявляется. У меня разные способы, и это поясняю для всех, чтобы было понятно общий алгоритм. В принципе, если бы мы просто с тобой работали, и ты, я не хочу ничего знать, давай просто работать, я бы сейчас просто назначил. Вот у нас есть отчаяние, есть страх, есть сомнения. Что для тебя больше сейчас твое внимание привлекает из этих всех штук? Что выходит на трёх план? Ну, больше вот это отчаяние. Вот отчаяние. Сейчас мы будем уменьшать хвост отчаяния, работать с этим хвостом. И мне надо как-то перейти к событиям, конкретным событиям. Конкретное событие — это событие, на которое можно ответить на вопрос «Где, когда и кто?». То есть настолько конкретно, что оно где-то умещается в 10 минут и может ответить на вопрос «Где это происходило?», «Когда это происходило?» и «Кто?». Обычно такими вопросами можно понять, что да, это конкретное событие. И вот «А когда ты испытывал отчаяние?» Вот это отчаяние, когда ты испытывал это последний раз? Или можешь привести пример, когда ты испытывал это отчаяние? Когда отказывали. Хорошо. Хотя мы не отказывали. Давай просто по ребру ладони. Мы не отказывали. И я испытывал это отчаяние. Я испытывал это отчаяние. Всё равно люблю и принимаю себя. Я все равно люблю и принимаю себя. Глубоко и полностью. Глубоко и полностью. А, да, я же это, я принимаю себя, насколько могу, да. Я принимаю себя, насколько могу. Хотя мне отказывали. Хотя мне отказывали. Я чувствовал это отчаяние. Я чувствовал это отчаяние. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. Хотя мне отказывали. Хотя мне отказывали. Я чувствовал это отчаяние. Я чувствовал это отчаяние. Я принимаю себя. Я принимаю себя. Насколько могу. Насколько могу. Все это отчаяние. Все это отчаяние. Когда мне отказывали. Когда мне отказывали. Наверное, есть конкретные примеры. Наверное, есть конкретные примеры. Когда мне отказывали. Когда мне отказывали. Я чувствовал это отчаяние. Я чувствовал это отчаяние. Может быть, даже я могу вспомнить. какой-нибудь ближайший пример. Когда мне отказывали. Ты чувствовал это отчаяние. Нас интересует абсолютно любой пример, любое конкретное событие, когда тебя отказывали, и ты чувствовал это отчаяние. Совсем не обязательно нам все проговаривать, все эти детали. Главное, чтобы для тебя это было конкретное событие. И у тебя есть какое-то... Можешь, сейчас вспоминаешь какое-то конкретное событие? Ну да, было конкретное событие. Да. Это событие укладывается в 10 минут по времени. Двух, ближе, да. Хорошо. Когда это происходило по времени? Ну, где-то полгода назад. Хорошо. Как ты назовешь это событие? Каким-то нейтральным заголовком. Отказ не подойдет. Надо нейтрально. Время, время, может быть, время года, может быть, улица, может быть, дом, может быть... Что за такое нейтральное? Может, какой-то элемент в этом событии? Какое-нибудь дерево, мячик или еще что-нибудь? А может быть, вечер. Хотя есть это событие, вечер. Хотя есть это событие, вечер. А какая интенсивность событий, вечер? Ну, 6, наверное. Я принимаю себя насколько могу, хотя есть это событие вечер. Я принимаю себя насколько могу, хотя есть это событие вечер. Я принимаю себя насколько могу. Вечер. Это событие 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 вечер. Какая интенсивность событий вечер? Хорошо. Мы сейчас продвинулись в том, что мы от общего какого-то отчаяния пришли к конкретному событию через общий тапинг, через общие какие-то фразы. Но при этом интенсивность не снижается. Есть разные причины, почему она может не снижаться. Причина она родит слишком обобщенная. Все равно мы слишком обобщенные. Другая причина – это отсутствие хороших доверительных отношений у меня с этим человеком. И я знаю, что с Виктором эфир – это причина, по которой у нас не выстраивается. Достаточно доверительный, искренний человек. Отношения, где Виктор бы начал рассказывать что-то открыто и вываливать мне как есть. А я бы потом из этого выбирал сюда-сюда-сюда пойдем. Это тоже может быть причина. То есть плохие отношения с клиентом, терапевтом. Следующая причина – это какие-то скрытые выгоды. Почему он держится за эту проблему. Еще может быть причина – это то, что мало водички. То есть попить водички – дегидратация. Если дегидрация – мало воды в организме. Я предполагаю, что это событие вечера все-таки было слишком размазанное. Поэтому давай мы перейдем к какому-то… Можешь вспомнить момент, но тоже мне не рассказывать, когда все было хорошо, а потом пошел пик. То есть что-то вызвало какие-то эмоции. То есть, например, все было хорошо, а потом ты решил подойти. Я вообще не знаю, что это за история. Но было как-то ровненько, нормальненько. Потом бас, что-то пошло. И назови какой-то момент. Какой-то момент, да. Где пошла интенсивность? Ну да, могу вспомнить. Как ты назовешь этот момент? Разногласия. А как ты нейтрально назовешь этот момент? Ты что-то ей сказал, она тебе что-то сказала. Просто разногласия – это что-то тоже опять… Это просто улет куда-то в обобщение, а мне надо конкретику. Ага. Привет, Михаил. Так, так. Ну, разные интересы. Скажем так. Это конкретно? Нет. Кто-то к кому-то подошел, кто-то что-то сделал, кто-то не сделал. Вот такие вещи меня интересуют. А разные интересы, я не знаю, как… Нет, ну просто… Поговорили. Поговорили. Момент, когда начали говорить. Какая интенсивность? Какое у тебя чувство насчет вообще всей этой истории? Сейчас. Вот прямо сейчас. Что-то нехорошее. Что-то для нас какое-то нехорошее чувство. Хотя, у меня есть какое-то нехорошее чувство. Ну, что ты все равно люблю и принимаю себя. Я все равно люблю и принимаю себя. Глубоко и полностью. у меня есть это нехорошее чувство у меня есть это нехорошее чувство насчет поговорили говорили сколько это длилось по времени недолго это 20 минут но это довольно долго давай разобьем эти поговорили на части какая часть самая интенсивная может какие-то слова может какие-то ожидания у меня были конкретно этого конкретные слова я сейчас не вспомнил хорошо какое чувство насколько интенсивно вот это нехорошее чувство насчет этого поговорили 6 хоть вместе не хорошие чувства. Хотя у меня есть это нехорошее чувство. Насчет поговорили? Насчет поговорили. А где в теле эти нехорошие чувства? Ну, все там же, вот в левой части груди. В левой части груди. Я все равно принимаю себя насколько могу. Я все равно принимаю себя насколько могу. Хотя у меня есть эти нехорошие чувства в левой части груди. Хотя у меня есть эти нехорошие чувства в левой части груди? Насчет поговорили. Сейчас поговорили. Полгода назад. Я все равно принимаю себя, насколько могу. Я все равно принимаю себя, насколько могу. У меня есть эти нехорошие чувства. У меня есть эти нехорошие чувства. Насчет поговорили. Насчет поговорили. Полгода назад. Полгода назад. Я все равно принимаю себя. Я все равно принимаю себя. Насколько могу. Насколько могу. Все эти нехорошие чувства в левой части груди. Все эти нехорошие чувства в левой части груди. Какая интенсивность нехороших чувств насчет «поговорили полгода назад»? А еще что-то возникает насчет «поговорили полгода назад»? Сейчас. Вот нехорошее чувство – окей. На один. Что-то еще есть? По-моему, нет. А там в этой истории какая интенсивность? Ну, тоже где-то два. Хорошо. Ты говорил про отчаяние. Отчаяние, да? Вот это вот. Давай снова. Как-то была аффирмация у нас с тобой. Я расписываю интенсивность с любимым человеком. Да. Отчаяние на сколько? Уже меньше. Ну, уже не ощущается практически. Вот. Мы взяли за ножку, начали ее отпиливать. Отпилили. В итоге начало отчаяние разваливаться. Сейчас. Сколько отчаяния от 0 до 10 сейчас? Двоечка где-то. А было сколько? Было где-то шесть. Шести до двух. Что выходит на первый план с фразой «я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком»? Сейчас страх и волнение. Страх и волнение. Насколько? Шестерочка. Угу. Хотя у меня есть этот страх. Хотя у меня есть этот страх. Я все равно принимаю себя глубоко насколько могу. Я все равно принимаю себя насколько могу. Есть у меня этот страх. Хотя у меня есть этот страх. Я принимаю себя насколько могу. Я принимаю себя насколько могу. У тебя есть у меня этот страх. У тебя есть у меня этот страх. Я все равно принимаю себя. Я все равно принимаю себя. Насколько могу. Насколько могу. Есть этот страх. Есть этот страх. Связанный с тем, чтобы расписываться в ЗАГСе с любимым человеком. Связанный с тем, чтобы расписываться в ЗАГСе с любимым человеком. Интересно, когда я испытывал этот страх? Интересно, когда я испытывал этот страх? Интересно, как этот страх влияет на мою жизнь. Интересно, когда этот страх проявляется? Интересно, когда этот страх проявляется? Возникают у тебя какие-то примеры? Да. Ну, это страх, связанный с каким-то отказом. Хорошо. Что-то идет не так. Да, мы, видишь, мы все время ищем события. Страх связан с каким-то отказом и что-то идет не так. Так, а когда у тебя возникал этот страх, что откажет? Страх отказа. Ну, это не то, чтобы страх отказа именно, а это вот страх, когда вот почему-то идешь, что-то делаешь и какое-то препятствие возникает. Когда в последний раз такое было? Что-то ничего не вспоминается пока. А когда было, что ты идешь и вот это вот, какое-то препятствие? Как бы, чем меньше слов ты говоришь, тем сложнее мне что-то из этого сделать. Я понимаю, что мы в эфире, и поэтому ты стараешься выглядеть определенным образом. Возможно, сначала нужно проработать вообще стремление, ну, как бы, ну, как бы, страхи, что о тебе подумают, что про тебя скажут, тра-та-та, траля-ля, но у нас просто не так много времени, я хочу показать на примере, как прорабатывать конкретный самосаботаж. Вот у нас конкретная аффирмация, у тебя конкретные есть хвосты, от этих конкретных хвостов мы переходим к конкретным событиям. Структура, я надеюсь, что понятна. Теперь нам нужно просто поиграться с этими штуками. Страшно, что я услышал. При этом, конечно же, говори свои слова, меняй, если мои слова не подходят, если я не прав, то поправляй меня. Потому что в этом тоже смысл, что я говорю, наверное, вот так, а ты такой, не-не-не, все вот-вот по-другому. И опять, видишь, ты начинаешь вываливать свой материал. Это то, что нам нужно. Ну, это... Ну, какие-то ситуации бывают, ну, допустим, что-то вспомнилось мне из детства, там, родители отказались какую-то игрушку купить мне, там, очень хотят. Как ты назовешь эту историю? Ну, детство. Что это была за игрушка, или этот отказ, как он был, какой, где он, как он, в какой форме, что... Ну, они аргументировали это чем-то там. Понятно. Похоже тебе купят, там, ну, в общем. Сейчас не купят. Это был день, ночь, сколько тебе было лет? Ну, лет... Может, лет десять. Угу. Ты помнишь, что это за игрушка была? Ну, хотя бы что-то. То есть, мне нужны любые детали, которые из слова ну, это приятство. Игровая приставка. Игровая приставка. Хорошо. Ты кого попросил? Маму, папу? Потому что родители это тоже слишком размыто. Мама. Так. Мама. Окей. Хотя у тебя есть эта история? У тебя есть эта история? Нет. Про приставку, да? Про приставку. Я попросил маму. Я попросил маму. На этот счет сейчас у тебя есть какие-то чувства? Ну, сейчас я чувствую какое-то сопротивление об этом говорить. А по поводу ситуации особо нет. Ну, неприятное что-то. Злость. 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 Злость насчет ситуации про приставку. Ну, понимается, что я взялся тогда. Какая интенсивность в этой истории? Четыре. У тебя есть эта история детства? У тебя есть эта история детства? Про приставку. Какую приставку? Я все равно принимаю себя насколько могу. Я все равно принимаю себя насколько могу. У меня есть эта история про приставку. Хотя у меня есть эта история про приставку. Я все равно принимаю себя насколько могу. Я все равно принимаю себя насколько могу. У тебя есть эта история про приставку? У тебя есть эта история про приставку? Я все равно принимаю себя. Я все равно принимаю себя. Насколько могу. Насколько могу. История про приставку. История про приставку. история детства история про приставку история про приставку я попросил маму я попросил маму она чем-то это аргументировала на чем-то это аргументировал вся эта история детства это история про приставку вся эта история про приставку вся эта история про приставку Какая интенсивность в истории про приставку? Уже два. История про приставку. 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 Она чем-то это аргументировала? Она чем-то это аргументировала. История про приставку. История про приставку. Давай снова скажем про нашу аффирмацию, с которой мы работаем. Потому что мы работаем с самосаботажем. То есть у нас есть определенная цель. Ну, не цель, а задача на сессию, да? Проработать хвосты, отшвырнуть хвосты, снять их с нашей конкретной аффирмации, чтобы аффирмация стала более классной, чем-то более классным для нас, без чего-то, что вызывает в нас саботаж. Поэтому снова давай. Я расписываюсь в заказе любого человека. Что возникает? Какие-то приятные чувства. Хорошо. А страх-то сколько? Ты говорил про страх, волнение, что-то такое. Ну, есть еще страх. На сколько? На три. А был на шесть или на сколько он там был? На шесть. Пять-шесть. Из того, что ты перечислял, сомнение, страх, отчаяние, что выходит? Может, что-то другое выходит? Нет, ну пока только страх. Давай. Хотя есть еще этот страх. Хотя есть еще этот страх. Связанный с тем, что я расписываюсь в ЗАГСе с любым человеком. Связанный с тем, что я расписываюсь в ЗАГСе с любым человеком. Я все равно принимаю себя, насколько могу. Я все равно принимаю себя, насколько могу. Это есть этот страх. Хотя есть этот страх. Связанный с тем, что я расписываюсь в ЗАГСе с любым человеком. Я все равно принимаю себя, насколько могу. Хотя есть этот страх. Связанный с тем, что я расписываюсь в ЗАГСе своим человеком. Я все равно принимаю себя, насколько могу. Весь этот страх. Интересно, когда я испытывал этот страх? 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 Весь этот страх? Наверное, есть примеры, когда это все появлялось? Наверное, есть примеры, когда это все появлялось. Интересно, когда я испытывал этот страх? Интересно, когда я испытывал этот страх? Может быть, этот страх отказ? Может, еще что-то? Что у тебя возникает? Какие примеры, что? Ничего, просто нежелание говорить о чем-то на своих желаниях. Это связано с тем, что это про наш эфир или про... Вообще. У тебя есть это нежелание говорить о своих желаниях? Насколько интенсивно? Четвертое. Я принимаю себя, насколько могу. Хотя есть у меня нежелание говорить о своих желаниях? Хотя у меня есть это нежелание говорить о своих желаниях. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. Хотя есть у меня это нежелание говорить о своих желаниях? Хотя у меня есть это нежелание говорить о своих желаниях. Может, многие это в теле есть? Ну, у нас чуть-чуть ниже Центра Груди. Я все-равно принимаю себя на сколько могу. Если это не желание, говорите о своих желаниях. Если это не желание, говорите о своих желаниях. «Всё это нежелание, говорите о своих желаниях». В принципе, ты можешь там тоже написать «нежелание, говорите о своих желаниях». «Нежелание, говорите о своих желаниях, 4». Когда ты испытывал нежелание говорить о своих желаниях? Были какие-то ситуации? Что-то спрашивали, не хотелось говорить. Хотя меня спрашивали, и мне не хотелось говорить. Я чувствовал это нежелание говорить о своих желаниях. Я принимаю себя, насколько могу. Интересно, с кем я чувствовал нежелание говорить о своих желаниях? Интересно, с кем я чувствовал нежелание говорить о своих желаниях? Я принимаю себя, и я все равно принимаю себя, насколько могу. Я все равно принимаю себя, насколько могу. Все это нежелание говорить о своих желаниях. Все это нежелание говорить о своих желаниях. С кем я чувствовал нежелание говорить о своих желаниях? С кем я чувствовал нежелание говорить о своих желаниях? И может быть это связано с каким-то страхом. Может быть это связано с каким-то страхом. А с кем ты чувствовал обычно нежелание говорить о своих желаниях? или когда, или где, где ты был, и где ты, где-то что-то происходило. Сейчас почему-то тоже в детстве вспомнилось, и с мамой тоже были моменты такие. С мамой я чувствовал нежелание говорить о своих желаниях. С мамой я чувствовал нежелание говорить о своих желаниях. И приведи пример. Событие. Ну, было такое, что она спрашивала, что тебе купить на день рождения. Правильно понял? Да. Хотя она спрашивала, что мне купить на день рождения. И что ты отвечал? Ну, отвечал, что ничего не хочу. И какая интенсивность в этой истории про… она спрашивала? Ну, тоже где-то на четверку, наверное, на шестерку, наверное. Угу. А это какой день рождения? Ну, то есть мне нужны конкретные… Конкретные… Ну, может быть, тринадцатый. Хорошо. Хотя это был один раз… Ну, вопрос был одиннажды задан к тринадцатому дню рождения. Да, может быть… Может, несколько раз она спрашивала. И какой ты выберешь? Ну, первый раз, когда она спросила. Хотя, когда она первый раз спросила. Хотя, когда она первый раз спросила. Что ты хочешь на день рождения? Как она спросила? Что мне подарить на день рождения? Что мне подарить на день рождения? Что мне подарить на день рождения? И я почувствовал, что ты почувствовал? Я почувствовал… Ну, может быть, непонятно, что он пофигу. Я вот не знаю, как это. Просто сопротивление. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. Как ты назовешь эту историю про ваш разговор, где она тебя спросила? Подарок. Хотя есть эта история про подарок. Хотя есть эта история про подарок. А какая интенсивность в этой истории? Шесть. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. Хотя есть эта история подарок. Хотя есть эта история подарок. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. Хотя есть эта история подарок. Хотя есть эта история подарок. Я принимаю себя, насколько могу. Я принимаю себя, насколько могу. История подарок. История подарок. История подарок. Какая интенсивность истории подарок? Может поменьше. История подарок. 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 История-подарок. 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 Другой. История-подарок. История-подарок. Какая интенсивность истории-подарок? Практически не ощущается уже. Снова проговори эту аффирмацию. Я расписываюсь в саксе с любимым человеком. Да. Что возникает? Есть ли что-то там про желание? Нежелание говорить про желание? Страх? Ну, сейчас. Ничего такого. Хорошо. Я расписываюсь в саксе с любимым человеком. Я расписываюсь в саксе с любимым человеком. Как ощущается тебе, насколько возникает может что-то? Ну, сейчас как-то спокойно. Я расписываюсь в саксе с любимым человеком. Я расписываюсь в саксе с любимым человеком. Что-то есть? Идет? Пока нет. Я расписываюсь в саксе с любимым человеком. 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 Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Я расписываюсь в ЗАГСе с любимым человеком. Это какое-то ощущение, как будто вот… сам не верю, что ли. Сам не верю, напиши. Сам не верю. Какая интенсивность? На 4. Я расписываю в ЗАГСе с любым человеком. Я расписываю в ЗАГСе с любым человеком. Что-то идет. Хорошо, под рукой. Я расписываю в ЗАГСе с любым человеком. Я расписываю в ЗАГСе с любым человеком. Хорошо. Спокойно. Смотри, какая штука. Конечно же, все зависит от этой аффирмации. То есть, возможно, если мы будем какую-то другую аффирмацию говорить, более какую-то провокативную, то там больше возникнет хвостов. И вот это сам не верю тоже. Можно колупать, сам не верю, а можно таки взять что-то более такое, знаешь. Что-то более такое. Да, будут хвосты и полезут. И смысл в том, что не обязательно, чтобы все хвосты подчистую в ноль убрать. То есть, любая работа, она уже что-то поменяла. Даже если ты, например, работаешь с убеждением, которое у тебя на 8, ты его сменяешь, работаешь с какими-то событиями, и с 8 убеждения падает на 4, уже будут очень мощные изменения. То есть, очень сильно реальность меняется. И ты задавал вопрос, как работать с самосаботажем. Вот так. Работать с самосаботажем. И, в принципе, есть еще такие общими фразами, видео на ютубе. Пожалуйста. А ты вообще давно проступаешь? Ну, с зимы. С зимы. А, понятно. То есть, недавно получается. Да-да. Ну, вот у нас проходит эфир, и, в принципе, все, кто прорабатывали по этой записи, и в эфире, у тебя тоже что-то там проработалось. Все, кто тапали. Вот. Как-то так. Я думаю, что лучше нам завершить на этом, потому что мы нормально проделали. Вот он пример. Ну, вот так вот это делается. Да, сейчас уже стало понятно, как с этим работать. Да, если ты посмотришь другие эфиры, то ты увидишь еще как одно и то. Я делал одно и то же. Одно и то же. Спасибо тебе, Паша. Спасибо тебе, Виктор, за твое открытое, за то, что ты... Насколько смог. Насколько смог, да, выдавил из себя. Вот. И это все в любом очень полезно для остальных тоже.